На современных автомобилях очень много всяких приятных плюшек, которые делают управление автомобилем намного приятнее и безопаснее. За счет этого автомобили становятся намного сложнее и капризнее. Несмотря на нежность этих автомобилей, сомневаюсь, что найдется много людей, которые с удовольствием откажутся от этих систем. И как сказал Джон Кеннеди, изменение – закон жизни. И те, кто смотрит только в прошлое или только настоящее, бесспорно пропустят будущее. Кстати, у него также есть цитата. Самые жаркие уголки в аду оставлены для тех, кто во времена величайших нравственных переломов сохранял нейтралитет. Поэтому призываю всех не забывать поддерживать Збройные силы Украины для скорейшей победы над злом. Ну а теперь для тех, кто не отписался от моего канала после моих слов, приятного просмотра. Приветствую всех на канале. Вот такой Hyundai Kona к нам приехал в работу. Приехал своим ходом. Автомобиль у нас запускается, но вот так вот себя ведет. Мерцают приборы, мерцает зарядка. Загорается черепаха. Временами перестает руль работать. В общем, вот так себя не совсем адекватно она ведет. Сейчас будем диагностировать, смотреть, что у нас происходит. Такие ошибки имеем. У нас по блоку OBS одна ошибка, что шина датчиков C-CAN выключена. Потом шина датчиков C-CAN. Вернее, блок WC со сложным названием. Потеря связи со шлюзом A. И ошибка выключения. Короче говоря, у нас не видит C-CAN. При этом во всех блоках свободно. Но кластерный модуль IC у нас не оборудована. Потому что она у нас ее просто не видит. Еще раз покажу сейчас. Индикация зарядки батарейки скачет вверх-вниз. Все приборы загораются, тухнут, притухают. Остаточный пробег. Кто рисует, кто не рисует. Короче говоря, у нас есть какая-то проблема по CAN, по общению с блоками. Сейчас нужно будет смотреть схему и смотреть, куда лезть. В последнее время что-то зачастили проблему по CAN. Недавно была Hyundai Sonata с CAN. Не знаю, выйдет видео до или после. Или одновременное видео. Короче говоря, смотрите в ближайшее время. Будет и по CAN, и по Hyundai. В общем, нужно будет искать схему и смотреть, где они все соединяются. И почему у нас это все происходит. Человек сказал, что это произошло около двух часов назад. И он сразу позвонил и приехал к нам. Чтобы мы этот дефект локализовали и устранили. Так, вот у нас схема. Так, вот у нас C-CAN. С гейтвэя идет на вот этот коммутатор. Коммутатор. Джоинт коннектор. Только какой номер его? GM-02. GM-02. Так, и где он у нас находится, этот GM-02? И он как раз отвечает за все вот эти дополнительные функции. Вот, хердисплей. Да, в том числе и за приборку. И за все остальное. Вот инструмент-кластер. И поэтому у нас здесь все с ума сходит. В общем, сейчас нужно будет посмотреть. Это у нас где-то на соединении, либо какой-то модуль у нас начинает с ума сходить. Оно где-то разъем находится. GM-02. Находится левая задняя вот крашпад. В общем, нужно будет искать и прозванивать, что у нас пока оно там висит. Судя по схеме, за вот этим гейтвеем у нас и находится разъем. Вот как раз стоит разъем, куда подключается КАН. И это как раз КАН-С. И вот что мы имеем. Это даже не похоже на КАН. Это вообще непонятно что. Непонятно что. И машина, соответственно, у нас не запускается. Все потухшее. То есть у нас какая-то проблема именно по КАНу. Ну, это, в принципе, было видно по диагностике. Поэтому ничего нового не сказал. Но нужно будет теперь искать, где у нас проблема. Так, вот он наш гейтвей. И гейтвей у нас общается через этот коммуникатор. Общается с блоками. МДПС. Это что у нас за блок? Это у нас электроусилитель. Дальше у нас камера переднего вида. Это у нас дисплей. Это у нас блок СРС. Камера заднего вида. Это соединение. Разъем. Радар. Который слепых зон. И передний радар. Кроме этого, у нас соединяет с этим. И соединяет электронный усилитель тормозов. И панель приборов. В общем, вот эти все блоки нам нужно теперь проверять. И искать. То есть, по сути, нам нужно будет отключать эти разъемы. К сожалению, на вот этом коммуникаторе невозможно отсоединить шины, чтобы по отдельности их прозвонить. Поэтому придется проверять, отсоединяя каждый разъем. Но некоторые разъемы стоят в легкой доступности. Допустим, вот переднюю камеру можно снять. Потом приборку нужно разбирать. Приборку. Добираться до блока СРС. Разбирать тоннель. Короче говоря, тут уже как повезет. С какой скоростью сможем это все найти. Потому что нужно все это делать будет подряд, либо наугад. В общем, буду теперь разбирать и смотреть, где же у нас проблема. А вот эта часть как раз она неразборная. И при этом она здесь все соединяется. Сейчас у нас здесь стоит осциллограф. Если бы эти провода можно было бы отсоединить, то можно было бы здесь прозвонить и сразу локализовать, в чем проблема. Вернее, удалить их и дальше смотреть, по чем останется ошибка. Но из-за того, что у нас этой возможности нету, а резать здесь провода, потом спаивать их не очень хочется, поэтому будем отсоединять и смотреть все подряд. Добрались до камеры заднего вида и при снятии разъема у нас CAN стабилизировался. Красивый график и автомобиль у нас даже запускается. Вернее, не то, что запускается, у нас пропала проблема. Так, все ошибки потухли. И сейчас еще раз продиагностирую и посмотрим, что у нас будет. Так, и теперь у нас все блоки по выходильной связи. Появились ошибки по ЛКС, системе помощи по полосам. Электроусель дуруля появился, индикатор на лобовом стекле. И, естественно, здесь ошибки, потому что эти ошибки были в памяти. CAN у нас все так же красивый, и автомобиль запускается, ошибки на панели приборов не горят. Теперь я их сейчас все удаляю. Удаляю. И, в принципе, можно будет собирать салон. И остался вопрос только с задней камерой. Что с ней делать? Поэтому вот такая вот ситуация. Всего лишь какая-то камера заднего вида. и при этом у нас автомобиль практически стал недвижимостью. Так, часто говорят, что я забываю сказать, какой пробег. Пробег на данный момент 98 826 километров. И эта болячка не электромобильная. Эта болячка может быть на любом современном автомобиле, где камера заднего вида соединена и общается по CANU с системой. То есть всего лишь такая проблема. В общем, сейчас пособираю салон, сниму заднюю накладку, где установлена камера, попробую ее вскрыть, посмотрим, что там есть. Снял накладку с Hyundai. Никаких механических повреждений здесь не наблюдается. Вот наша сама камера и вот разъем на камеру. Сейчас я его хочу прозвонить и посмотрим, потому что есть здесь одно сомнительное место. Вот этот перегиб. И, возможно, как раз на этом перегибе у нас и происходит замыкание CAN-шины. Вот такая вроде как и дополнительная функция, чтобы можно было смотреть в камеру заднего вида. Но когда она все в одной сети CAN-интерфейса, начинает происходить такие чудеса. В общем, сейчас прозвоню и, возможно, нужно будет восстановить провод и не менять камеру, отпустить автомобиль. Здесь склеена, попытался вскрыть его, но она не разбирается. И только здесь резиночка стоит, которая закрывает этот разъем. И влаги здесь нет. В общем, сейчас прозвоню и посмотрим, получится ли она спасти эту камеру или нет. Так, выявили первый дефект, что у нас два провода звонятся между собой. Звонятся, при том, что здесь они никак не должны соединены быть. Шесть проводов на входе, шесть на выходе. И здесь, соответственно, тоже звонятся. Два центральных. А как раз это и идет на CAN. Значит, нужно будет сейчас распотрошить этот провод, по крайней мере, в местах видимых изгибов, и посмотреть, что здесь. Так, здесь вскрыл ничего нету, но зеленки, чем дальше влез, тем, как говорится, толще партизаны. И вот дальше все больше и больше зеленки. В общем, неудобно и держать камеру и вскрывать. Вскрою сейчас ее полностью и посмотрим, где у нас эта зеленка начала идти, и где она у нас закончится, и что нужно с этим сделать. Скрыл до конца, но визуально, чтобы провод где-то был поврежденный, и закручен друг на друга нету. Но самое интересное, что здесь был экран, при том, что это у нас не аналоговая камера, а цифровая, все равно здесь был экран. И кроме того, у нас здесь есть армировка. И вот что самое интересное, несмотря на то, что здесь была проклеена термоусадкой, клеевой, и здесь, по идее, должно быть все герметично, но вот эта вот ткань, она влажная. То есть она со временем напитала влагу, и до сих пор держит. То есть если где-то какой-то будет маленький свистчик, то эта влага будет делать свое грязное дело. Сейчас еще раз прозвоню ее и посмотрим, прошпала ли у нас или нет. Поднимай. Продолжают звониться, значит у нас проблемка есть еще где-то. Это, возможно, здесь, в самом разъеме, а возможно и здесь под термоусадкой, под клеем. Сомневаюсь, что здесь все-таки, наверное, ближе к самому разъему камеры. Так, в общем, пришлось полностью срезать этот разъем. С этой стороны еще резиночка была. Здесь ничего не закорочено. Здесь уже идут отдельные провода, тоже которые мы срезали. И здесь, правда, один провод черный вылез, поэтому его здесь нет. Но до сих пор эти провода у нас закорочены. То есть дальше где-то вот вместе литья, пластика, у нас что-то закорочено. Буду дальше вскрывать и смотреть. Уже даже стало интересно. Думал в проводах, но нет. В самом этом разъемчике. В общем, вскрытие этого разъема вот до такого состояния. И у нас замыкание пропало. Не знаю, будет видно или нет. Но, тем не менее, только сейчас перестала она пробивать. Вот теперь, как вариант, нужно сюда подпаяться и посмотреть, что будет. Похоже, где-то был какой-то заводской брак. Возможно, какая-то ниточка где-то касалась. Со временем какая-то влага попала. И из-за этого начала пробивать. В общем, вот такое вот. Здесь окислов не было по сравнению с тем, как было на экране. Вот на этом. Но что-то здесь мешало. В общем, сейчас буду подпаиваться и смотреть, будет ли работать у нас камера или нет. Так, восстановили камеру. У нас уже нет замыкания. Подкинули ее на место. И сейчас посмотрим, будет ли у нас автомобиль запускаться и будет ли включаться камера заднего вида. Так, автомобиль у нас запустился. ошибок нету, ничего не моргает. И камера заднего вида работает. Все прорисовывается. Ну, то есть, теперь можно заклеивать это все и собирать на место. Автомобиль был на другом сервисе и там задефектовали батарейку. Батарейку нам владелец привез. Машина не запускалась не из-за батарейки. Автомобиль, когда приехал к нам, начали диагностировать. Ошибок не было, но и не читало все блоки. Выходили блоки на связь только по Кавайну и по МК. 7 блоков. У них ошибок не было. И остальные не выходили. После проверки коншины коншина основная была закорочена на массу. Здесь хорошо можно подключиться к коншинам через вот этот диагностический разъем. И при проверке одна коншина висела на массе. Выходили на связи вот эти четыре блока по М-лайну. По М-коншине. И по Кавайну они здесь не указаны. Тут еще три блока. Все остальных блоков автомобиль не видел. Вот ЦКан весь лежал. Он закорочен на массу был. Из-за этого автомобиль не запускался. Не буду описывать весь процесс диагностики. Ремонтом данного автомобиля занимался мой напарник. Тем более на момент данной съемки проблема была выявлена. И подойду сразу к сути проблемы. Так, а вот задняя накладка которая у нас лежит мы уже подключились к Кану и он у нас закорочен. Вся камера у нас окисленная и возможно внутрь попала влага и закоротила, положила нам Кан. И в результате из-за того что водичка попала вот в эту камеру автомобиль стал недвижимостью. Это проблема не только электромобилей и гибридов. Эта проблема может быть на любом автомобиле. Поэтому сразу не пеняйте о том что электромобили ненадежные. Это уже не силовая часть накрылась. Вот такая вот проблема. А клиент до этого говорил что он чистил соединение проводов на КПП. Там были окислы. После чистки проблема на какое-то время пропала. и автомобиль двигался. И после очередной лужи какой-то или брызг или еще чего-то автомобиль встал. И даже говорит что выходил на какой-то американский сайт проплачивал общение, консультацию. И там сказали что в авто подобные симптомы вроде как когда в машину ударила молния. Ну конечно если молния ударила прямо в заднюю камеру и там что-то спалило. то конечно не исключено такое вот. Вот такая вот ситуация. И понятное дело что камеру здесь ремонтировать нет смысла. Потому что она вся окисленная и при разборе она просто разрушится. Здесь алюминий погнил. И будем рекомендовать замену этой камеры. Ну а дальше запустим посмотрим. Вот так вот. Вот так вот можно вложить машину. Разобрали камеру и вот так она выглядит изнутри. Здесь все в окислах. Естественно окислые пропускают токи и привело к тому что закорачивает. Можно конечно попытаться ее отмыть. Но уже герметично здесь нарушено. И вряд ли такое будет ходить. И мало того могут быть поднившие дорожки. И даже если сейчас она заработает то потом умрет. В общем как для людей соли плохо так и для электроники. В общем вот такой вот был ремонт. Если вам нравится такой контент то подпишитесь на канал поставьте колокольчик чтобы не пропустить новое видео. Думаю что будет еще много-много интересного. До скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok